Теорема Голдстоуна Теорема Голдстоуна Теорема Голдстоуна заключалась в том, что если в теории были непрерывные симметрии, спонтанно нарушенные, то есть вакуум был несимметричен относительно этих преобразований Мой микрофон, который в петличке, пишется на камеру вот туда, а здесь микрофон общий Ну я как это, командный голос буду вырабатывать Вот Значит, ну меня слышно? Так Нормально? Да, нормально слышно-слышно Хорошо Я просто смотрел, когда я туда вот смотрю, плохо слышно, я постараюсь сюда смотреть Значит, вот теорема Голдстоуна, которая говорит, что вот если есть какая-то симметрия спонтанно нарушенная, то есть вакуум несимметричен, а лагранжан симметричен Вот, то на каждую такую симметрию в теории возникает безмассовая частица И мы ее доказывали, и в частности у нас получалось, что вот матрица масс, это вот такая вот Вот такая матрица в вакууме У нее был собственный вектор, у нее был в частности вот такой, дельта, а в чей ноль там, ну и плюс Вот, и он получался равен нулю То есть есть некий собственный вектор такой, который является собственным значением, для которого является ноль у матрицы масс Это что-то типа м и житая в квадрате, значит, а вот это, это вектор Причем, что это за вектор-то? Это вектор такой, что вот фи и т штрих после преобразования было Ну, при преобразовании фи и т переходила в фи и т штрих, которое было равно Фи и т плюс альфа, инфинтезимальный параметр какой-то, на дельта и т Вот Ну, если мы берем в точке фи ноль, то, ну, фи ноль, соответственно Вот А что это такое на самом деле? Это, как правило, генератор преобразования То есть я напоминаю, что если у нас какая-то там группа, да То как мы инфинтезимальное преобразование смотрим? Мы говорим, что вот у нас есть матрица У, она там принадлежит какой-то группе Это Е в степени и какие-то генераторы Вот И инфинтезимальное преобразование, когда вот эти вот параметры тета малы И это что-то типа единица плюс и Та, Та Вот, ну, для группы Су-3, да Ну, для другой группы просто будут другие генераторы Так вот Вот эти Та, это вот эти самые инфинтезимальные параметры альфа А вот эти вот штуки типа дельта и, это вот как раз генераторы Группы Вот, поэтому мы можем сказать, что на самом деле симметрия Что за симметрия? Вот, например, здесь симметрия, отвечающая вращению относительно какой-то оси Вот Ну, или преобразованию атома, например, там, первому, второму или третьему Вот У нее есть генератор первый, второй или третий Вот если мы, скажем, говорим, что наш У нас спонтанно нарушена симметрия, отвечающая генератору там 1 А равно единице Вот То Вот это дельта Это Т первый По факту Ну, с кем ты там коэффициентом? И, я не знаю Вот Поэтому мы можем сказать, что Значит, в плане преобразования симметрии вот эти галстоновские бозоны Они должны быть пропорциональны этому вектору Вот, их волновой функции А этот вектор пропорционирует А где у нас появились галстоновские бозоны? Значит, частицы, которые имеют массу 0, вот эти, по теореме галстона Да Появляется частиц, безмассовая частица Да Эти частицы называются галстоновские бозоны Вот Ну, теорема галстона, галстоновский бозон Вот Соответственно Их Вектор Ну, построенный из предыдущих полей пропорциональен вот этому вектору Так? А этот вектор пропорциональен генератору нарушенной симметрии Таким образом, мы получаем, что на каждый нарушенный генератор У нас есть вектор, который обладает теми же групповыми свойствами Ну, вот он пропорциональен просто этому генератору Поэтому говорят еще так, формулируют ее, эту теорему Что Если Если Есть группа симметрии G Относительно которой Лагринжан симметричен Да Вот И она Спонтанно нарушена до подгруппы А Вот H это подгруппа в G Да Значит Я напоминаю наш пример, сигма модель У нас была полная группа вращений О, N Относительно всех возможных осей Вот, да После того, как мы выбрали вакуум по третьей оси Значит, у нас группа стала О, N-1 Соответственно, вот это аналог группы О, N Всей группой симметрии Вот это аналог группы О, N-1 То есть той группы, до которой симметрия нарушена Так вот, если есть, значит, G Группа, H подгруппа, до которой симметрия спонтанно нарушена То Можно построить вот такую G по H Это Значит Ну, скажем так Мне нужно будет слева Вспоминайте, что это? Из ММФ Это то, что называется, в данном случае, левый смежный класс Вот Это левый смежный класс Ну, мы обычно так обозначали фактор группу Но фактор группы, это когда вот это смежные классы Что вот это множество, когда оно само группой является Здесь оно группой не является Просто смежный класс Вот Соответственно, вот это вот Множество Правый смежный класс Голстоуновские бозоны Значит Принадлежат этому множеству То есть я сейчас сформулирую хорошо Значит Если группа симметрии G спонтанно нарушена под группой H Тогда голстоуновские бозоны Лежат в правом смежном классе Ну, или левом смежном классе Ну, в данном случае я строю как правый смежный класс G по H Это на самом деле То же самое, что я только что сказал Вот смотрите Например, если какой-то элемент R из H Это элемент группы E в степени И какая-то там ТТА Я не знаю ТАУА ТАУ генератора Это вот эти числа Как здесь Это R Вот Если R принадлежит H То эта симметрия не нарушена R Соответственно Когда я буду вот так раскладывать Этот генератор При действии на матрицу масс Даст какую-то ненулевую массу Вот Замечательно Но это подгруппа Если же я беру Какой-нибудь H Не принадлежащий H То есть лежащий Отсюда по факту Вот То тогда Мой H Это вот эта Е степени Это АТОА Там штрих Да И вот эти генераторы ТАУАШТРИХ Они Дают мне 0 Вот здесь Вот То есть Вот это множество Это множество всех Всех элементов Которые не содержатся В подгруппе Так Вот То есть мы вот так выбрали Эти утверждения В этом смысле Эквивалентны Что здесь Что здесь Но вот это Очень часто говорят И чтобы вы не пугались Такому Вот Можно еще раз На Субе Друга G Друга H Это подгруппа G В H нарушенной симметрии Или вот все Что не H Хорошо Я на примере Сигма модель Еще раз Значит у нас Сигма модель Помните картинку Да Вот у нас Какая-то такая картинка Значит Вот у нас Три оси Мы выбрали Вакуум вот здесь Это сфера Значит Которая отвечает Минимальной энергии Мы можем В любой точке На сфере Выбрать вакуум Но мы выбрали Вот здесь Соответственно У нас есть Группа G Это O3 Всех возможных Вращений Да Подгруппа H Это подгруппа Которая Ну по факту Дает нам Вращение Только относительно Вот этой оси Третий Вот Ну это что у нас Там О1 Значит Значит Или там О2 Наверное Это будет называться Да Но неважно Это группа Которая Отвечает вращением Только вот Относительно Этой оси Это вообще Абелева группа У нее только Один генератор В этом смысле Да Вот Вращение Относительно Только вот Этой оси Значит Ну я знаю Фи 3 я ее Называл Фи 2 фи 1 Вот Теперь мы говорим Вот у этой группы Там Я не знаю Три генератора Есть Да У алгебры Этой группы Три генератора Вращение Относительно Этой оси Этой оси Этой оси Значит H Это Значит Если Как я тут писал R принадлежит H То R Это Е в степени И вот этот Единственный генератор Вращение Относительно Третьей оси Там На какое-то число Угол на который Мы вращаем То есть все Элементы Под группы H Они вот такие Вот И Значит Хорошо При этом Если мы Вот так вращаем То наш вакуум Стоит на месте Так Раз вакуум Стоит на месте То вы помните В доказательстве Теоремы Голстона Было два случая Когда вакуум При преобразовании Не меняется То есть симметрия есть Это вот случай Когда симметрия есть И когда вакуум При преобразовании Меняется Тогда справедливо Вот это вот Тожество Вот Значит Теперь А остальные Что такое Вот эта вот Штука GPH GPH На самом деле Мы можем говорить Что если формально Что это за множество Это множество Состоящее из Значит Каких-то элементов Типа Вот эта сама Подгруппа Там потом G на H Там 1 Но уже 2 на H И вот Все остальные элементы G перебрать Если Ну Какие-то из них будут совпадать Ну вот по факту У нас 2 останется Вот Потому что у нас Ну 2 лишних генератора Вот И Вот Это такое множество Но это множество Эквивалентно просто множеству Которое содержит Там единицу Вот Вращение вокруг Вот оси Вот вверх Вращение вокруг Вот этой оси Вот Соответственно В нем 2 генератора Вот этого там нет А Ну в алгебре Значит 2 генератора Вот этого генератора Т3 там нет А есть генераторы Там ТТ2 И Т1 Вот Вот так И причем Вот это множество Оно Определено С точностью До помножения На Любой элемент Из-под группы H Ну вот смотрите Я могу Сделать преобразование Любое Вокруг вот этой оси Вакуум не изменится А потом я следующее преобразование сделаю Да Вот Это можно формально написать Но смысл именно в этом То есть говорят Что Голстоновские бозоны Живут в смежном классе Вот Смотря с какой стороны Определять помножение Ну вот я определил с этой Вот И Число Голстоновских бозонов Составляет Размерность Вот этого смежного класса Ну равна размерности Этого смежного класса Вот Хорошо Это ремарка Значит Такая Вот И плавно мы Перейдем к КХД Так Сейчас получается Вот Я вот этого примера Да Когда у нас получается Размерность Этого Правого смежного класса Это будет что-то двойка Да? Здесь двойка будет Да Значит Она должна быть Два Голстоновские бозоны Ну их и будет два Ну у нас было Помните Н-1 Голстоновских бозонов Да? В сигма модели Вот тут у нас Три фи По трем осям Вот это Не дает нам Голстоновского бозона Она вакуум не меняет Вот При вращении Вокруг этой оси А при вращении Вокруг этой Мы отходим От этого вакуума Поэтому Вот у нас Будет Голстоновский бозон Их будет два Вот Это в некотором смысле Ну немного другой язык Сказать то же самое Да Я специально хочу сказать Что Вот этот смежный класс Не является группой Вот Поскольку преобразование Ну Там я не знаю Он по преобразованию не замкнут То есть вы когда будете Два генератора перемножать Относительно там первой оси Поворота и второй оси Вы запросто получите Генератор относительно Вот третьей оси То есть это не группа Это просто смежный класс Вот Так А теперь КХД Значит Сегодня Мы будем До какой-то поры Рассматривать Да наверное Весь Все занятие Глеоны трогать не будем И у нас будет Лагранжиан КХД Только кварковая его часть Значит И вот она Такая И я Буду рассматривать Два кварка У и Д Вот В дальнейшем Скажу как обобщать На большее число кварков Значит А и Д Со шляпой Мы пишем Лагранжиан Кварковая часть Лагранжиана КХД Когда у нас есть Два флевора У и Д Это Лагранжиан То есть Вот эти вот Это спиноры Которые я обычно Обозначал Пси То есть Это функция Икс Все А как назвать Тема Называется Называется Ну пусть они называются Некалибровочные симметрии Некалибровочные симметрии КХД Вот Некалибровочные симметрии В частности Чтобы Рассматривать эти симметрии Мне нужны Именно два флевора Чтобы было Так сказать Где Раз Сматривать Вот Вот такой Лагранжиан Я его могу записать Следующим образом Вот так вот К с чертой И Д со шляпой Минус М Ку Ку Это УД Значит А М Это МУ МД Вот такая матрица И Вот здесь Д Подразумевается Подразумевается Помножается на единичную матрицу В пространстве флеворов То есть диагональная Ну вот То есть это то же самое Что здесь написано Вот И что я могу сказать Я могу сказать Ну вот смотрите Мы знаем Что характерный масштаб КХД Это лямбда КХД Да Другого в принципе нет Если мы про все массы забудем Вот Мы знаем Что массовые И Д КВАРК По сравнению С лямбда КХД Малый Вот Пока Будем работать В приближении Когда этих масс нет Вот я массу Закрою рукой Что тогда Тогда у меня Лагранжан Вот такой Вот такой Значит Это у меня просто КУ с чертой И Д со шляпой КУ Относительно Я могу еще написать Вот так КУ с чертой Правой И Д со шляпой КУ правой Плюс КУ с чертой Левой И Д со шляпой КУ левой Где Значит КУ правой Это ПР На КУ КУ левой ПЛ На КУ Минус Вот Я делаю именно так Некоторые делают наоборот Плюс и минус Но Как бы Вот мы будем так делать Вот Хорошо При этом Получается Что Если мы возьмем Скажем КУ правой Значит Крест Ну или КУ правый крест Гамма 0 Да Это то что мы называем КУ правой С чертой Да Это что Это КУ крест ПР Крест Верхний Это ПР Кр Верхний ПР ПР Вот это КУ Р Равно ПР На КУ КУ КУЛ Равно ПЛ На КУ ПЛ Единица Минус Гамма 5 ПР Единица Плюс Гамма 5 Верхний Это Это Р Нет Нет П ПР Вот это Тоже ПР Это ПЛ Это ПЛ Вот Правый Левый Вот Так Вот мы взяли Значит QR крест Это Что такое Это Ку крест ПР крест ПР крест Значит И потом Гамма 0 Вот Потом Гамма 0 Это Что Значит Это Что Ну Я Напоминаю Что Гамма 5 Крест Это Гамма 5 Вот Соответственно ПР крест Это ПР Вот А Гамма 0 Когда мы будем Ее Проносить Через Значит Проектор Вот это Два Проектора Да На правый Соответственно И на левую Когда мы будем Его проносить Через Гамма 0 Гамма 0 Гамма 5 Антикоммутирует ПР поменяется Ну Гамма 5 Заменится На минус Гамма 5 ПР Поменяется На ПЛ То есть Это Получится Ку крест Гамма 0 На ПЛ Вот На ПЛ И это Соответственно Будет Ку с чертой На ПЛ Вот Это все Я сюда Подставлю И Что я могу сказать Что ПР Плюс ПЛ Это единица Да Дальше Что ПР Квадрат Это ПР Значит Ну просто Возводим В квадрат Получаем Соответственно Единица Плюс Гамма 5 Пополам В квадрате Значит Единица Это На единицу Это единица Гамма 5 На гамма 5 Это Соответственно Тоже единица Ну и плюс Ну и плюс 2 гамма 5 Ну так это Основное свойство Генератора Ну это основное свойство Проектора Да Я просто Демонстрирую Что проекторы Значит Работают Вот И они При проносе Через гамму матрицу ПЛ на ПР Меняется Вот Соответственно Здесь Получается Что Вот здесь Я просто Ставлю ПР квадрат Плюс ПР квадрат ПР квадрат Плюс ПЛ квадрат Это Единица Один ПР Я действую На Ку У меня Получается Куэр Вот Второй ПР Я проношу Через гамма Матрицу Которая Здесь Он превращается В ПЛ Вот И действую На Ку С чертой Дает мне Куэр С чертой Вот так Я получаю Вот это Тоже Вот Вот Очень хорошо Замечательно Теперь Я хочу Понять Какие У этого Лагранжана Симметрии Мы Забудем Про симметрию Относительно Цвета В данном Случа Вот Нету Цвета Про цвет Мы уже Говорили Сейчас Поговорим Про остальные Симметрии Вот То есть Вот Не цветовые Симметрии Надо было Нарисать Вот Смотрите Если Я Какая Группа Симметрии Вот Этого Лагранжана На самом деле Она Следующая Су2 То что Называется Но Лучше Так У2 У2 Левая На У2 Правая Что это означает Это означает Это означает Что если я беру Какую-то Матрицу У И Делаю Преобразование Ку Переходит В Ку Штрих Ку Правый Например Ку Штрих Правый Разный У На Ку Правый Вот Ку Правый Например Какой-то Принадлежащий У2 Правый Вот Вот из этой группы Это унитарная группа Соответственно Когда я буду Значит Ку С чертой Правый Будет Переходить В Ку С чертой Правый Штрих Это Ку С чертой Правый На У Крест Вот И вот эти Укресты Я говорю Сейчас о глобальных Преобразованиях Только То есть От тех У Которые Не зависят От Х Глобальные Преобразования Вот Они здесь Все благополучно Сократятся Производные Через него Проносятся Матрицы На него Не действуют То есть Они Уйдут Здесь Такие Матрицы Соответственно Размерность Ку У меня Два Поэтому Унитарная Матрица Которая Укрест Равно У Минус Первый Это У2 У2 Это СУ2 Вот Помножить На У1 У1 Это Общая Фаза А СУ2 Это Обычная Матрица Такая Как Например Матрица Спина СУ2 Соответственно Что я вижу Я могу Отдельно Вот эти Вращать Отдельно Вот эти Вращать Поэтому Группа Вся У меня СУ2 Правая На У1 Правая СУ2 Левая На У1 Левая Вот То есть Вот такая Группа Симметрии Если Масс Нет Если Масс Есть Нарушаться Но пока Вот Пусть Она Не Нарушается Вот Сколько Параметров У этой Группы Большой Сколько Ну Сколько Параметров У СУ2 Было Сколько Три Параметра Да Правильно Ну Да Ну Да Соответственно Восемь Получается Шесть Восемь Параметров Чудесно Вот 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 Такая Вот Группа Соответственно Если У нас Есть Такая Группа Симметрии У нас Соответственно Будет Восемь Нютеровских Токов Сохраняющихся Вот И у них У всех Будет Очень Разная Судьба Но Тем не Менее Вот На Классическом Уровне Есть Симметрия Есть Нютеровский Ток Сохраняющийся Вот Их Восемь Штук Вот Вот Сейчас Мы их Все Рассмотрим И Это Собственно И будут У нас Некалибровочные Симметрии КХД Вот Эти Восемь Штук Вот Давайте Рассмотрим Их Вот Сразу Что Такое Матрица Вот УР Вот УР Принадлежит СУ2Р Это что Такое А У2Р Еще Лучше Значит УР Как выглядит Это Е в степени И Значит Тут у меня Альфа Значит Так Или я не так Сделаю Да Поторопился Не так Сделаю Вот Смотрите Я же могу Сказать Что Вот Это Правые Это Левые Да Если Я их Сложу Вот Я получаю Вот это Без Правых Левых Соответственно Если Я буду Действовать Одинаковыми Преобразованиями Значит И На Правые И На Левые То То есть Матрица Которая Будет Действовать На Правой Будет Совпадать С Матрицей Которая Будет Действовать На Левые Все Равно Что Я Вот Здесь Делаю Это Преобразование С У Да Вот С Другой Стороны Если Я Отсюда Гаммы 5 Вытащу Гаммы 5 Вытащу У Меня Тут Будет Кусок Значит С Гаммы 5 Кусок Без Гаммы 5 Вот И Я могу Их Записать Другим Образом Вот Эту Группу Значит Часто Вот Эту Группу Пишут Таким Образом С У 2 Значит Векторная На У 2 На У 1 Векторная На С У 2 Аксиальная На У 1 Аксиальная Вот Где Подразумевается Что Векторные Токи Ну Векторная Группа Это Группа Которая Преобразует Одинаково Правые И Левые Вот Аксиальная Соответственно По-разному А Именно Если Любая Матрица У Принадлежит У Принадлежит Значит У 2 Чего я Начинал Писать Что Выглядит Так Е В степени И Альфа Плюс Альфа А Тау А Пополам Вот Альфа Это Произвольное Число Некое Действительное Альфа Тоже Произвольные Числа Углы Групп Говоря На Которые Мы Вращаем Тау А Пополам Тау Это Сигма Матрица Вот У нас Три Сигма Матрицы Это Генераторы Стандартной Нормировки Пополам Здесь я пополам Не беру Здесь Генератор Это по факту Единица Вот Это Унитарная Матрица Теперь Вот такой Матрицей Мы можем Действовать На Левые Такой Можем Действовать На Правые Вот Соответственно Вот 8 Параметров Альфа И тут Три Альфа Ну Скажем Если Это Мы На Правую Действуем И На Левую Такая Теперь Если Мы Это Раскрываем У Нас Получается Что Вот Эта Матрица Действует Помножается На Проектор На Проектор Скажем Это Правая Да Это Все равно Что Написать Что Это Пр Помножается Потому Что Пр Когда Будет Действовать Сюда Он Ну Ничего С ним Не Произойдет Вот Но В Пр Есть Единица Есть Гамма 5 Для Левых Можно То же Самое Написать Будет П Л Потом Можно Разложить И Собрать Члены С Гаммой 5 Члены Там Без Гаммы 5 Вот И Члены Которые Будут Без Гаммы 5 Будут Называться Векторными А Члены Которые Будут С Гаммой 5 Это У Они Будут Называться Аксиальными Есть Степени И Я их Назову Бета Плюс Бета А Та А Пополам На Гамму 5 Вот Вот так Вот Вот так Вот эти УВ Соответственно Принадлежат СУ2В На У1В А вот Эти Генераторы Считаются Что они Принадлежат УА Соответственно На СУ2А Вот Вот так Причем Я Отмечаю Следующее Что Вот эти Генераторы Вот эти Генераторы Соответственно Вот эти У Они Образуют Группу СУ2 Векторная На У1В Поскольку Помножение Их Друг На Друг Оно Дает Тоже Точно Такое Же Выражение Которое Лежит В этой Группе Вот Эти Они Помножение Двух Таких На Сам Деле Дает Что-то Такое И Что-то Вот Такое Потому Что Когда Вы Будете В гряд Раскладывать Гамма 5 В квадрате Это Единица У Вас Будет Кусок Содержащий Вектор Часть Не Группа Но Тут Вот Вот Это Две Группы Так Но Другая Запись Для Вот Этого Выражения Вот Такая Где Эта Группа А это Оставшийся Генератор С Гаммой 5 Вот Вот Так Так Вопросы Есть Илья Пойду Токи Нятеровский Считать Так Будет Удобней Потом Да И Просто Это Такая Асимметрия Которая Позволяет Вы Помните Мы строили Лагранжан КХД Мы говорили Вот У нас Есть Цветовая Асимметрия П-четность Ну И Перенормированность По факту И Тогда Он Пишется Однозначно Просто Однозначно Ну Только Коэффициенты Вот Эти Вот Ж Нужно Туда Написать Некие И Все Он Пишется Однозначно Исходя Из Калибровочной Симметрии Вот Здесь Ну Мы Напишем В конце Или В следующий раз Киральный Лагранжан Он Будет Писаться Однозначно Из Симметрий Вот Этих Которые Здесь Были Написаны Левых Правых Вот Киральный Лагранжан Это Лагранжан Который Ну Поля В котором Пионы Ну В самом Таком Простейшем Случае То есть Лагранжан КХД Работает На больших Энергиях Когда Констант Связи Мала Имеет Смысл Говорить О Кварках И Глеонах На Низких Энергиях Смысл Говорить О Кварках И Глеонах Нет Это Плохие В этом Смысле Степени Свободы Поля А Пионы Хорошие Вполне Себе Вон Их Там Как-то Наблюдают Поэтому Можно Переписать Тот же Лагранжан Теория Сильных Взаимодействий Через Пионные Поля Спрашивается А как Вот А вот Так Мы Видим Некие Симметрии В Лагранжане КХД И мы Построим Исходя Из этих Симметрий Лагранжан Для Пионов И окажется Что он Опять-таки Строится Однозначно Ну В самом Простом Случай Вот В главном Порядке Он Строится Вообще Однозначно Мы его Настро Построим И Соответственно Мы можем Вычислять Некоторые Величины Что По Лагранжан КХД Что По Лагранжан Киральному И там Делать Некие Райны Но Это Впереди А вот Сейчас Давайте Просто Проанализируем Вот Эти Симметрии Итак Хорошо Значит Вот Я их Написал Вид Вот этих Матриц Преобразования Соответственно Нютеровские Токи Жемю Жемю Это Что Такое По Теоремин Нютер Это ДЛ По ДМю Ну Ку Так На Дельта Ку Соответственно ДЛ По ДМю Ку Лагранжан У нас В Женжан Я напоминаю Такую С чертой И Если я Полиаглионов Уберу И Д Со шляпой Ку Соответственно ДМю Ку Это Я вот Это Уберу Просто И у Меня А Дельта Ку Дельта Ку Ку У меня Переходит В У На Ку Вот В У На Ку Где У Вот Такого Вида То есть Это Примерно Ку Плюс И Альфа Плюс Альфа А Тау А пополам На Ку То есть Дельта Ку Это Вот Этот Кусок Вот Если Я Работаю В базисе Правые Левые То У меня Четыре Тока Для Правых Скажем Вот У меня Такая Матрица Для Правых Я Получаю Ж Мю Правый Значит Отвечающий Альфе Это Что Это Ку Правый Гамма Мю Ку Правый Гамма Мю Значит На Ку Правый Тут Единица Вот Ну Тут И Еще Есть С этим И Сократиться Ну Будет Минус Единица С точностью До Ну Пусть Минус Ну Обычно Его С плюсом Определяют Вот Такой Ток Так Токи Отвечающие Вот Этим Преобразованием Не Синглитным Вот Синглитное Преобразование Это Не Синглитное Соответственно У него Есть Индекс А Такие Точно Так Жиме А Правый Вот Правый Это Что Это Ку Правый Гамма Мю Тау А Пополам Ку Правый Вот То же самое Для левых Ж Левый Это Ку Левый Гамма Мю Ку Левый Ж А Ку Левый На классическом уровне Вот 8 Сохраняющихся Токов Теперь Я могу Альфа Это Произвольный Параметр Который Мал Коэффициент Я Ну Я Я могу Убрать Он Любой Вот 8 Токов Теперь Если я их сложу Если я их сложу То я получаю Векторный Ток Если я их Вычту Друг из Друг Я получаю Аксиальный Ток То что Называется Потому что Вот я их складываю Ж Левый Плюс Ж Правый Это То что называется Ж Векторный Это Ку С чертой Гамма Мил Обычный Да Если я говорю Что Так Ну тогда Ж правый Да Ж правый Минус Ж левый Это Будет Ж Аксиальный Это Будет С чертой Гамма Мил Гамма 5 Ку Ну Это уже Знакомый Нам аксиальный Ток Так Вот Мы про него Говорили Что у него То есть Аномалия Вот Векторный Ток Аксиальный Ток Это Я сделал Вот с этими Двумя Синглетными Токами То же самое Я могу Сделать С Несинглетными Токами И Единственное Что изменится Вот тут Будет Стоять Тауа Пополам И тут Будет Стоять Тауа Пополам Вот Вот эти Токи Вот эти Токи Вот Мы уже Знаем А И причем Законы сохранения Как пишется Д Мю Ж Мю Левой Ну тут возможно А Возможно нет Равно нулю Дмю Ж Мю Правый Равно нулю Дмю Это классический закон Это классический закон сохранения Или От того Что я их сложил Вычел Ничего не изменилось Дмю Ж Мю Векторное Равно нулю Дмю Ж Мю Аксиальное Равно нулю Вот тут Мы уже знаем Что вот тут Вот вот Ну мы для одного Кварка делали У нас была Аномалия То есть Как минимум Тут есть проблемы Когда два кварка Возможно тоже Аномалия То есть Этот закон Выполняться не будет Вот И чтобы исследовать Какие из этих токов Сохраняются И как Мы Производящий функционал Напишем Сделаем с ним Это преобразование И посмотрим Вот сохранение Оно идет Из Преобразования Лагранжана То есть Действия Да Как будет преобразовываться Мера при этих преобразованиях И даст ли она Аномалия Вот То есть Я пишу Я пишу Вот Деку Декубар Со шляпой Я и массу буду писать Чтобы ухватить Нарушающие слагаемые Сразу Вот Это производящий функционал Я делаю замену Q В У Векторные токи Сначала рассмотрю В На Q Вот Что у меня будет Тут будет Определитель УВ Значит Смотрите Если Q Преобразуется С УВ То Вкус чертой Преобразуется Соответственно Вкус чертой На УВ Крест Вот Ну я просто беру Крест от всего этого Так Гамма 0 Она эти индексы Не задействует Вот Соответственно У меня получается Что я должен написать Определитель УВ На определитель УВ Крест Вот Ну Минус первой Скорее всего УВ Значит На определитель УВ Крест Это унитарная матрица УВ Крест Равно У минус первая То есть Это Так Что-то не так Сфантазируем Попробуй Перед камерой Поставить Нет Перед Так Нет Отлично Супер Вот Прям Так С самого начала Надо было Блин Опять А Тогда я сейчас Что-нибудь сюда положу Да не Не надо Ничего положить В принципе Не Нормально Нормально Все Сейчас Идеально Давай Ну так я отойду Я же не буду так стоять У меня есть такое ощущение Что Слишком Лучше Ну Никак-то Нет Так Лучше Не Вот так Точно Уже По-моему Попробуй Как было Вот так Было Нет В смысле До Это Вода Это Другие Я Включил Снова Я хочу Сказать Что Короче говоря Вот эти два Определителя Сокращаются Поскольку Это Определителя Взаимно Обратных Матриц То есть С мерой Проблем Нету Векторных Токов Вот Соответственно Что остается Остается Преобразование Лагранжана Это Е В степени Интеграл ДХ А У С чертой На УВ Крест И ДС Шляп И Низ М Тут У В На Ку У В На Ку У На Ку Вот Соответственно Вот эту Штуку Я могу Преобразовать Я это уже делал Для Аксиального Тока Когда Аномалию Выводил Вот Поэтому Я не знаю Стоит ли это делать Снова Я могу Написать Ответ Вот Ответ Будет Такой Вот этот Кусок Даже лучше Вот такой Кусок Это будет Интеграл ДХ Вот Интеграл ДХ Ку С чертой И ДС Шляпой Минус М Ку Это я выделил То что было Вот Плюс Плюс И Вернее У меня тут Минус И Альфа Дмю Кус С чертой Гамм Ку Вот И Минус Минус Альфа А И Минус И Альфа А Тут Соответственно Кус Чертой Коммутатор Минус 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 Тава Плюс И ДС Шляпой И Дмю Кус Чертой Гаммамю Минус 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 так понятно как это сделал или непонятно то есть я беру у раскладываю в ряд беру первый не исчезающий по альфам вклад соответственно если вот у меня написано у если у меня скажем вот этих нет я беру только по вот этому альфа единственный вклад который лишний это у меня производная действует на это у то есть она действует на альфа и у меня будет вклад типа и дмю на а я его по частям интегрируем у меня получается производная от всего минус производит минус 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 альфа на производная тока которая вот она написана дальше ну из масса это все коммутирует поскольку вот эта матрица пропорционально единичный будет а если у меня вклад вот а альфа он пропорционален то поэтому он не коммутирует еще и с массой у меня вот отсюда выйдет кусок перед массой отсюда кусок после массы он не даст коммутатор вот и такая же производная вот и такая же производная вот и того так как это просто замена переменной функциональном интеграле вот эта часть это та которая была исходна соответственно то что стоит вот там это это должно быть равно нулю альфа произвольная соответственно то что при альфах должно быть равно нулю и мы получаем законы сохранения даймю это векторный ток жизнь вектор не равно нулю значит аномалии нет в этом законе и вы видите что какие бы массы не были этот закон удовлетворяется то есть векторный ток сохраняется вот у него нет поправки к массе дальше это синглетный векторный ток значит не синглетный векторный ток вот он для него уравнение такое что даймю даймю а это вот этот кусок значит это пусть чертой м стал а пополам у и вот тут значит мне нужно сообразить и я должен поставить вот так хорошо вот опять таки соответственно вот этот ток закон сохранения векторного тока не синглетного он он нарушается чем он нарушается вот этим все на пропорциональном массе причем вот это коммутатор матрицы масс и матрицы т.а. вот матрица масс я напоминаю м м д вот если ему равно м д то матрица массить пропорционально единичный коммутатор равен нулю то есть векторный ток не синглетный сохраняется в случае равных масс они могут быть не нулевые но равные тогда векторный ток все равно будет сохраняться вот хорошо это у нас законы сохранения векторные что из них следует физические следствие скажем так так это наверно еще пригодится физические следствие вот этот ток векторный ток называется током вареного числа вот это б вареное число что означает что он сохраняется это означает что заряд этого тока не зависит от времени то есть можем сказать что д 0 значит ну вот же 0 векторный равно д вектор д вектор д вектор д вектор если я интегрирую по всему пространству я получаю что интеграл д 3x от жи ноль запишу пусть чертой гамма 0 ку вот д 3x по всему пространству это вот у нас будет называться б вареное число вот что дбпдт равно ну действительно если я возьму дппдт это будет производная по времени от вот этого то есть же нуля она равна дивергенции вектора дивергенции вектора по теореме остроградского преобразуется в интеграл по поверхности бесконечной на бесконечной поверхности мы считаем что все поля вымирают соответственно это ноль вот и того мы видим что закон сохранения барионного числа в кхд является точным он ничем не нарушен ни аномалиями нам не массами соответственно если бы я брал лагранжан кхд со всеми кварками какие бы у них там массы не были вот этот закон все равно бы работал и мы получаем что барионное число кхд сохраняется она вообще говоря сохраняется в кхд а вот соответственно слабых взаимодействиях она не сохраняется но об этом опять-таки вам расскажут следующих сериях вот кхд барионное число сохраняется смысл вот этого барионного числа что такое барионное число водку да это поле кварка это интеграл дп значит 2гп 2п тут что-то типа а у п лямда сумма сулянда е в степени минус и п x вот эта функция x вот плюс комплекс на плюс плюс б крест п лямда в п лямда а вот я могу вот это выражение подставить в выражение для барионного числа 3х пусть чертой гамма 0 пу подставлю его сюда подставлю его сюда и ну это упражнение так сказать некая что у меня получится ну интеграл d3x экспоненты уберет вот останется следующее интеграл 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 останется вот что сумма польз интеграл trт с двое пивкой тут будет а крест ps а поoad вот что будет я это подробно не делаю но я думаю что такие упражнения вы делали ну тут ничего кроме я не знаю интегрировать дельта функции нет вот у вас произведение 2 у даст для энергии 2 энергии сократится и все и никаких маточных структур не будет что это такое вот это оператор числа частиц помните число частиц минус число не ну не совсем значит не совсем вот это я не правильно писал ну по-хорошему вот так там но вот это мы можем от коммутировать да и это получится у нас значит это кварки они антикоммутируют поэтому это будет равно крест на b плюс антикоммутатор б крест на b но антикоммутатор это некое число да тут интеграл по всему пространству это вот та бесконечная часть которую мы всегда вычитаем вот то есть вот это это операторы числа частиц кварков минус число антикварков вот когда мы интегрируем по всем возможным импульсом это получается полное число кварков минус полное число антикварков ну с каким-то значит с началом отсчета вообще говоря бесконечным но мы его всегда генерируем то есть это будет если вы по какому-то состоянию считаете средние вот это оператор б это число кварков минус число антикварков вот ну плюс некая константа но если вы их будете разность брать то все равно ну или вы можете сразу определить что вот я константа всегда не беру и все то есть барионное число вам считает сколько кварков минус сколько антикварков вот почему она барионный потому что в мизоне и понятно дело оно равно нулю да в барионе она будет уже не нулем вот и вот это число в кхд сохраняется дбпдт у нас равно нулю так по первому закону сохранения вот этому барионному есть вопросы ну а так просто уточнить а вот это вот закон на барионный он как-то не следовал так очевидно и правил и это как бы следует из лагранжиана вот у тебя например в когда теория возмущения не работает а закон работает вот поэтому вот так вот теория возмущения работа закон работает вот ну тут некие очевидные вещи будут но в конце будут не очень очевидные вот значит следующий вот этот закон если массы равны например то у нас закон сохраняется значит ток сохраняется вот это называется это называется вектор не только за спина вот ну ну ладно вектор но вы как я понимаю с ним уже встречались не раз вот что нам дает закон сохранения если мы пренебрегаем массами дэмю жизнь а это означает что и а это заряды их три штуки вот этих токов они сохраняются то есть значит значит д 3x д 3x q с чертой гамма мю того по полотку вот что д и а по д т равно нулю опять таки но тут имеет смысл смотреть на третью компоненту когда а равно трем вот тогда это сигма пополам сигма пополам а сигма я напоминаю имеет 1 минус 1 сигма 3 до пополам соответственно для третьей компоненты я могу сделать все то же самое что для барионного тока и это будет число кварков у минус антикварков до минус число кварков д минус антикварков пополам понятно смысл и 3 еще раз вы пишете гамма мю что после этого пардон гамма 0 это заряд уже в токе у меня гамма мю а в заряде это нулевая компонента тока до пополам то у а пополам то у а пополам жизнь в милла это пусть чертой гамма мю стал а пополам так вот вот этот закон сохранение приводит к тому что производная по времени от нулевой компоненты тока равна нулю вот нулевую компоненту тока я написал это сигма матрицы сигма но у нас группа с у 3 с у 2 так генераторы у нее сигма матрицы вот они вот соответственно у нас три сохраняющийся тока вот но у нас базис выбран так что ну кварки это собственное состояние и 3 вот и если я вот сюда вот сигма 3 поставлю еще раз сигма 3 выглядит так 1 минус 1 вот а для барионного числа там было просто 11 там была единичная матрица да вот поэтому смысл вот этого будет среднего и 3 по какому состоянию ну это будет число у кварков ну минус число антиу минус число д кварков число антид все пополам вот дальше что еще можно сказать об этих законах вот если вы уравнение движения вспомните для операторов то д д д д а по д т это коммутатор аж и а помните такое законы уравнение движения для операторов где аж это гамильтнян кхд вот гамильтнян кхд вот и мы из теоремы нетер полную из законов сохранения током получаем что это равно нулю то есть что вот эти заряды то есть нулевый компонент токов да они коммутируют гамильтнян кхд вот что это означает это означает что если у вас есть какое-то связанное состояние какое-то связанное состояние а вот и вы подействие него гамильтнян получили энергию на аж то есть его массу так этого связанного состояния то вы можете взять любое преобразование вот этой группы значит е в степени и ну тут вот там не знаю там я на любое а где а любое число но это угол поворота да на вот это а вот такое состояние если я на него подействую гамильтнян а нам то я получу что я получу что во-первых гамильтнян коммутируется и а вот со всеми ними так поэтому он коммутирует вот с экспонента я вряд ли разлагаю послепочленно коммутируем дня это мне получится есть степени и и а а а на аж суда это дает мне энергию я получаю е на есть степени и а а а на то есть если у меня есть спектре какое-то связанное состояние с энергией е то у меня будут в спектре связанные состояния с той же самой энергии которые отвечаются отличаются от него поворотом вот в этом изоспиново пространца это мы видим на эксперименте что у нас есть вот скажем прям изон и они у нас отличаются поворотом в за спинном пространстве не у них масса примерно одинаковое или и есть у нас протон нейтрон у них масса примерно одинаковый масштаб нарушения этих масс это масштаб нарушения нисохранение вот этого тока. То есть он порядка вот этих масс. Ну, порядка разности, вернее, вот этих масс даже. Вот, у Эдекварков. То есть он мал. Вот, поэтому изоспиновая симметрия, она явно реализована, она не нарушена, она видна в спектрах частиц. Вот. И соответственно, раз она видна в спектрах частиц, мы думаем, ну, предполагаем, а люди, в общем-то, оказывают, что и вакуум с вакуумом то же самое можно сделать. Мы берем вакуум, его поворачиваем любым способом, мы получаем вакуум с той же энергией. То есть вакуум не нарушен. Вот. Относительно этих изоспиновых преобразований. Там вы слоните E в степени А, там А должен, да? Нет, почему? И А это вот этот заряд, производная которого по времени равна нулю. Я его на любое число помножаю. А А, А, которое внизу стоит, где какой-то прям вот параметр, просто прям в зоне. Вот это параметр превзания угол, на который я помножаю. Вы можете говорить, что вот это элемент группы SU2, там, да, это ну, операторы момента, грубо говоря, по оси X, Y, Z. Вот это вот эти Я. Они, группа та же, поэтому это, у них алгебра та же, вы эти генераль. Вот. А можно еще спросить, а в чем ценности утверждение, что вот вакуум, что вот он тоже будет сохраняться, это преобразование? Потому что, как мы видели из сигма-модели, что если симметрия спонтанно нарушена, то вакуум не сохраняется. То есть относительно некоторых преобразований вакуум остается на месте, относительно некоторых не остается. В этом смысле это утверждение, что здесь спонтанного нарушения нет? Да, правильно. Ну, это вот те токи, которые в этом смысле вы и так знали, что называется. А теперь мы переходим к аксиальным токам, которые сложнее, в которых будет спонтанное нарушение симметрии, аномалий и так далее. Кстати, вот точно то же самое можно сделать, ну, относительно связанных состояний с током варионного числа и спрашивается, к какому выводу мы придем. Если у нас есть некое связанное состояние, скажем, протон, мы действуем на него, ну, можно подобрать такую фазу, что он перешел в антипротон. Так? И, соответственно, масса протона и антипротона будут совпадать. Вот. Это следствие и сохранение баррианного тока. Вот так. Так. Это были вот эти токи. Чудес. Трон то же самое. Да, не трон то же самое. Вот. Хорошо. Теперь аксиальное преобразование. У А. Это у меня есть степени И. Бета плюс Бета А. Того А пополам гамма 5. Вот. И соответственно, Ку переходит у А на Ку. Если я посмотрю, куда перейдет Ку с чертой, Ку с чертой перейдет, куда? Соответственно, Ку с чертой перейдет. Вот это мне нужно взять от него черту. То есть, это будет Ку крест, УА крест и гамма 0. Гамма 0. Значит, Тау матрица Эрмитова, крест от УА даст мне вот тут изменение знака. Гамма 0. Вот. Я когда буду раскладывать в ряд, гамма 5, когда она будет с гаммой 0 коммутировать, гамма 0, гамма 5 равно минус гамма 5, гамма 0. Как только я гамма 0 протащу через УА, знак перед гаммой 5 сменится. То есть, один раз я меняю знак перед И за счет Эрмитового сопряжения, второй раз за счет антикоммутации с гаммой 5. Итого у меня получается Ку с чертой УА. Такое же. Помните, меня кто-то даже спросил, когда я аномалию выводил, что вот такое же оно или нет, оно такое же. Вот ровно по этой причине. Вот. Соответственно, берем опять производящий функционал, делаем вот эту замену, подставляем туда. Это я просто уже делал для одного флевера. Вот. Поэтому я значит напишу ответ. Напишу ответ. Мы помним, что аномалия у нас есть. Так. Напишу ответ. Трам-парам. Значит, ДКУ. ДКУ-бар. Е в степени. Е в степени. Как было, так и осталось. Плюс. 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 Вернее так. Минус. Минус И-БЭТА Минус И-БЭТА 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 Плюс. Гамма-5 Кастер-5 И-БЭТА И-БЭТА Какая стерктует. Пополам. минус и бета и бета и бета вот ну преобразование для одного флейбора это вот оно я его просто переписываю я его получал когда получали аномалию здесь изменится только то ну вот производная тока она такая что катала стоит вот того стоит бета вот а вот здесь у нас сумма потому что мы раскладывали уа которые при ку и уа которые и уа которые при кубар соответственно мы получили тауа со стороны кубар и со стороны кубар при массе это антикоммутатор так вот и у нас еще на самом деле аномалия из веса определители определители такие значит определители такие вот их мы считали нет вот 16 в квадрате ты играл dx альфа бета гамма дельта fc гамма дельта fc гамма дельта вот помножить на бета а след тауа пополам tb tc плюс бета след tb tc вот это значит мы с вами получали все кроме вот 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 этого куска со следами вот я говорил что в ххд вот вот этот мы получали кусок а кусок когда стоит тау матрица он отличается чем что у нас еще след так он след идет не только по цветным индексам которые стоят в f ну еще по тау матрице которая стоит соответственно в токе вот то есть это все равно что вот это b это на самом деле бетауа пополам и когда мы берем след мы берем след вот тау матрица тоже вот эти матрицы живут в разных пространствах вот это цветовое пространство вот это флейворное и след соответственно произведение следов след матрица то то вот вот поэтому аномалия есть для синглетного тока а для несинглетного аномалии нет вот и эти токи вполне себе сохраняются с точностью до масс в итоге вот к этим двум законам сохранения я напишу еще два какие вот то что стоит при ба аномалия вклада не дает при ба это вот этот закон д мю ж мю а а равно пусть чертой и куст чертой куст чертой гамма 5 кому 5 ты написал написал антикоммутатор массы того пополам И Ну вот оно и Вот, это закон сохранения аксиального несинглетного тока Тут антикоммутатор То есть, если даже массы равны, это все равно не ноль Массы должны быть нулевые, только тогда аксиальный ток Вот такой вот несинглетный путь сохранятся Вот Можно еще раз подчинить, что значит несинглетный? Это в смысле несинглетный по кому? По флевору Вот, если, значит, что такое? Синглетный путь, не знаю, что Сейчас, сейчас, сейчас Жимима Это пусть чертой Гамма мил, гамма пять Тауа пополам Ку Вот Если я вот вместо тауа пополам ставлю единицу Это называется синглетный То есть, у него нету индекса флеворного И столько не торчит Вот А когда у меня стоит генератор Вот флеворный, соответственно, вот сигма матрица Да, то это называется несинглетный То есть, синглетный ток Это у с чертой у плюс там д с чертой д Ну, если он аксиальный, то с гаммами пять там, да? А несинглетный, например, третий ток Это минус, так? Ну, когда сигма три стоит Это у с чертой гамма пять у минус д с чертой гамма пять д Или, если это, например, первый коммутатор, первый генератор То у него матрица вот такая Это что будет? У на д минус д на у Ну, анти-у на д минус анти-д на у Вот Ну, вот, то есть мы все такие комбинации тут учитываем Вот Хорошо? Понятно, что? Что синглетный, а что несинглетный? Понятно, понятно Вот Значит, для несинглетного тока есть Ну, это такая занудная вещь, но ну Вот А, Д, Мю, Ж, Мю, А Для синглетного нету закона сохранения Тут у нас два и К с чертой гамма пять на массу На Ку Это вот этот член Плюс аномалия Соответственно, минус одна тридцать вторая Пи в квадрат, Ж в квадрат Ф альфа бета Ф гамма дельта Ф альфа бета гамма дельта Вот Все Занудная часть кончилась Значит, вот закон один Вот закон второй Для тока Вот Что из этого следует Опять-таки Сначала смотрим сюда Этот мы уже получали Для синглетного тока Значит, что тут у нас Что тут у нас Значит Тут, наверное, еще двоечка Ну, у нас же УК Кварк и Д-кварк Вот Значит Что тут Мы видим, что даже если массы равны нулю Ток не сохраняется Он равен вот чему-то там Аномалии На самом деле Вот эту штуку можно переписать К полную производную Добавить его к току У нас будет некий новый закон сохранения Этот закон сохранения будет влиять на вакуум КХД Но это отдельная песня Которую сейчас я рассказывать не буду Это связано с тем, что называется тета-вакуум Вот Поэтому Что? Что еще раз? Тета-вакуум У меня там, по-моему, написано Ну или Посмотрите Или я на спецкурсе расскажу Как-нибудь Я рассказывал, кстати, в прошлом году Вот Но мы сейчас это рассматривать не будем Вот Теперь Поскольку, ну вот, нет закон сохранения И все Зато вот здесь закон сохранения есть Пусть у нас кварки безмассовые Тогда вот этого куска нет Ток аксиальный сохраняется Что означает сохранение аксиального тока? Сохранение аксиального тока Означает Означает Что опять-таки У нас есть ИА, но уже аксиальный Для которых Так, вот тут, наверное, имя написать Справедливы вот такие вот выражения Где ИА Эксиальный Это интеграл Д3Х от нулевой компоненты Вот этого тока То есть Сквозь чертой Гамма 0, гамма 5 Тауа пополам Кум Вот То есть вот такие вот заряды Ну, нулевые компоненты только называются зарядами Да? Заряды Коммутируют с гамильтонианом КХД Точно так же, что я только что делал Если у нас есть связанное состояние Некий адрон Я на него могу подействовать Любым преобразованием Вот с этими вот Значит Значит, адрон С массой Ну, или Е, или М, как хотите С массой М, да То Вот такой вот Вер степени И ИАА АА На этот адрон При действии на него гамильтониана Будет давать ту же самую массу Вот Что это означает? Это означает А я напоминаю, что вот здесь стоит гамма 5 А гамма 5 меняет четность П-четность Вот То есть, вообще говоря Когда я подействую Вот этим преобразованием сюда Я получу состояние с другой п-четностью Ну, то есть, я могу так А подобрать Чтобы это было в точном состоянии С другой п-четностью Могу так подобрать Что это какая-то сумма Четных и нечетных Вот То есть, я получаю Что если у меня есть какой-то адрон Да? Вот То Я Получаю в спектре Другой адрон С п-четностью Другой То есть Есть у меня там, я не знаю, там Нейтрон Протон Там, ну вот Адроны, да? Мой спектр Должен содержать Удвоение П-четности То есть, каждому адрону Должен соответствовать В спектре Адрон С такой же массой Но другой п-четностью За счет того, что у меня сохраняется Аксиальный ток И я могу Преобразованием С п-нечетным зарядом Подействовать на состояние Вот этого адрона Получить П-нечетное состояние Ну, состояние с другой п-четностью С той же массой Вот Это следствие Сохранения Аксиального тока И это все должно работать С точностью До вот Нарушающей поправки То есть, до масс-кварков То есть, грубо говоря Вот у нас есть протон-нейтрон У них массы чуть-чуть отличаются С точностью до масс-кварков Там, да? Ну, грубо говоря Еще электромагнитные взаимодействия Там еще чего-то Вот Но Порядок нарушения Он вот такой же Как у протона-нейтрона Разности масс Здесь У меня должно получаться Что я Имею Удвоение по спектру всех адронов Удвоение по четности Четное состояние И нечетное состояние Массы которых Отличаются немножко Параметр нарушения Вот порядка масс-кварков Вот такое следствие Из Сохранения аксиального тока Видите, аномалии у нее нет Нарушается он только Членами порядка масс-кварков То есть масс-кварков Выключаем У нас удвоение спектра По четности Мы это видим Экспериментально Или не видим Ну, я не знаю Например, Ромезон Взять Нет у нас удвоения по спектру Спектра Попой четности Это означает, что Ты нас сейчас обманывал или что? Я не понял Нет Я клоню к тому Что симметрия Вот это Закон сохранения аксиального тока Вывод, который сделали люди Так сказать Там в 60-х, наверное, годах Заключается в следующем А вот эта симметрия Спонтанно нарушена Мы так думаем Спонтанно нарушена Соответственно Если Векторная Изоспиновая симметрия Не нарушена И проявляется В удвоении спектра Фактически Ну, вот по поворотам Вот этим Изоспиновым Да То Аксиальная Изоспиновая симметрия Вот эта Она Мы говорим Спонтанно нарушена Так мы не видим В спектре Удвоения Попойчетности Вот А что означает Что она спонтанно нарушена? Это мы должны вспомнить Теорему Голлстоуна Значит Раз она спонтанно нарушена У нас в спектре Должны возникать Безмассовые частицы Вы знаете Безмассовые частицы В КХД Вот Ну В низкоэнергетизм Что? Кто? Я не понял У глионов есть у нас? Не забудьте про глионы Глионы Это при высоких энергиях Так А мы говорим Про Спектр То есть Это Барионы и мизоны Есть у вас безмассовые? Да нету Правильно Нету И что же делать? На помощь Приходит вот этот член Вы видите Что у нас закон сохранения Аксиального тока Он не точен Он чуть-чуть нарушен Порядком масс-кварков Видите? Соответственно По теореме Голлстоуна Наши Голлстоуновские бозоны Они будут Ну не совсем безмассовые А их массы будут порядка вот этого нарушения Пропорционально вот этим массам кварков То есть я массу кварков выключаю Я должен получать Что массы частиц Вот этих Голлстоуновских бозонов У нас равны нулю А вообще Они должны быть существенно меньше Чем основные частицы Такими И сколько их должно быть? Сколько их должно быть? Ну сколько генераторов здесь? Три Правильно Правильно Ну и что? Самые легкие три Какие нейтринов сильных взаимодействий? Вы что? Три самые легкие частицы В спектре Сильных взаимодействий Вопрос на засыпку Правильно Пионы То есть это 140 каких-то там МЭФ А вот с какой-нибудь там Ромезон Он уже Ну намного больше Протон, нейтрон больше То есть мы говорим Что наше предположение состоит в том Что Наши пионы Это Голлстоуновские бозоны Которые отвечают Спонтанно нарушенной симметрии Спонтанно нарушенному сохранению аксиального тока Но так как оно не полное А нарушенное не только спонтанно Но и явно за счет этого члена То Голлстоуновские бозоны Вот эти вот три Приобрели небольшую массу Пропорциональную массе кварков Мы это покажем Что масса пиона Пропорциональная массе кварков Ну зависит Ну я не знаю Корни из массы кварков Неважно Покажем Вот Поэтому Мы говорим Что пионы Это псевдоголлстоуновские бозоны Вот Которые Возникли за счет Спонтанного нарушения Аксиальной симметрии Вот этой Несинглетной Заспиновой Вот такой вывод Сделали люди Вот Такой вывод Сделали люди Вопросы по этому Сейчас мы это Подробно будем обсуждать И Как это решает Нашу проблему С удвоением спектра Вот А решает оно ее так Вот смотрите Вот есть у меня Этот адрон H Вот Я вот действую Вот таким преобразованием Да На него И по идее Я должен получить Адрон H С другой четностью Но я получаю Я получаю Значит Адрон H Плюс пион Ну там не знаю Пи 0 Вот У пи 0 Какая четность? Какая четность у пи 0? Четная Так Это мне уже не нравится Ну Псевдоскаляр Ну вот именно Псевдоскаляр Это означает Нечетный Вот Еще раз Голстоновские Бозоны Пропорциональны Нарушенным Генераторам Генераторы Вот они Значит Они содержат Гамма 5 Видите? Гамма 5 Значит они нечетные П нечетные Вот Поэтому Вот Была какая-то Четность Подчетность У вот этого Адрона Мы сделали Преобразование Мы получили Понечетное Состояние Вот Того же Конечно Но Совершенно Мне по крайней мере Не очевидно Как-то Этой экспонент Подействовало На какое-то Адронное Состояние И вдруг Каким-то образом Получил Это адронное состояние Плюс Пи 0 Причем Еще опять же Непонятно Что значит Этот плюс Значит Ну то есть Ну то есть Состояние Например Протоны И 0 Нет 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 Все по порядку Значит Нам нужно Что Что нам говорит Вот это вот Утверждение Что гаммелькнянно Это действует Значит получаем Ту же массу Что энергия этого состояния Равна энергии этого состояния Соответственно Пемизон очень мягкий С нулевой энергией Массы у пемизона нет Ну в идеальном мире Когда масса скварков равна нулю Да Массы у пемизона нет Соответственно Энергии Добавление Очень мягкого Пи 0 Вот к этому состоянию Не меняет То есть Это два состояния С одной и той же энергией Так Но С Разной П четностью Вот это вот Утверждение Удовлетворено А что касается Как конкретно Действовать экспонентой Ну ты экспоненту В ряд разлагаешь У тебя получается Некий оператор Действуешь на этот оператор Грубо говоря Рождение пиона Получается оператор Он тебе действует У тебя будет еще пион Вот Мы это Сделаем конкретно Так Вы на семинаре Распад пи 0 в 2 гамма Посчитали или нет? Люди скажите мне пожалуйста Нет ничего Ну значит вы завтра его посчитаете Вот Там у вас просто будет Что Матричный элемент Значит Сейчас соображу Аксиального тока Аксиального тока Аксиального тока Так Ку с чертой Гамма-мегамма-5 На состояние пиона Это просто И По имени На константу Ф пиона Ф большое Оно мне написано Вот То есть вот такой Матричный элемент Он просто Пропорциональный Импульс пиона А это как раз Некий кусок Из этого Экспонента Все Так Все На этом мы Заканчиваем Готовьте вопросы И кто-то мне Все не Прислал еще Коллоквиум Так Если у вас есть вопросы Поэтому я сейчас Зайду Можете меня спросить Вот Так Я выключаю Ладно Можно вопрос Не поэтому А вот такой вопрос А у нас Деглаб Он примерно Через сколько лекций Ожидается Ну или вообще Значит я Следующие лекции Закончу Вот это Потом Переформировки Потом Деглаб Какой плотненький план Хорошо Все Хорошо